О крушении истребителя Су-27 сегодня рассказал сам летчик, находившийся за штурвалом. По словам майора Адельбека Искакова, перенаправить падающий самолет от населенного пункта ему удалось в самый последний момент. Во время учебного тренировочного полета машина начала стремительно терять высоту. Максимум 30 секунд, признался Искаков, было у него на принятие решения. Пилоту удалось не только отвести угрозу от гражданского населения, но и спастись самому. Он катапультировался, а сразу после приземления доложил об инциденте руководству. Стоит отметить, что по сообщению Министерства обороны, Адельбек Искаков является опытным пилотом. За его плечами свыше 500 часов ночных и дневных полетов. Оценивая ситуацию, я понимал, что могут пострадать граждане республики Казахстан. Поэтому немедлым докладом руководителя полетов выполнилось все действия. Покинул воздушное судо путем катапультирования. Приземлился, доложил своему руководству о правительстве. Сейчас я чувствую себя хорошо. Сегодня выписался в военном госпитале. Травм не получил и готов продолжить службу. Расследованием причин крушения самолета занимается спецкомиссия с участием главной военной прокуратуры. Бывший министр обороны, а ныне сенатор Мухтар Алтынбаев считает, что возможно истребитель упал из-за неполадок в топливной системе. Он исключил версию отказа сразу двух двигателей и отметил, что следует все же дождаться вывода военных специалистов. Напомню, что истребитель Су-27 потерпел крушение накануне в 25 километрах от Талдыкургана. Причина, я думаю, просто, даже, наверное, дорасследно, это связано что-то с топливной системой или с топливом. Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях. Сейчас, видимо, комиссия будет проверять, насколько это все выполнено. Продолжение следует...